Военно-спортивная игра «Отчизны и верные сыны» в нашем районе проводится с 2005 года. И каждый раз это мероприятие собирает старшеклассников, как мальчишек, так и девчонок. Организаторы уверены, игра способствует популяризации военно-патриотического воспитания детей. А ребята, успешно преодолевшие все этапы состязаний, в будущем не побоятся встать на защиту своей Родины. Уроки начальной военной подготовки в школах сегодня вошли в состав программы по ОБЖ. А потому ребятам при подготовке к участию в Зарнице приходится готовиться дополнительно. С началом соревнований всех поздравил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Моисей Шамаилов. Хотелось бы, чтобы все навыки, которые вы отрабатываете в военно-спортивной игре, вам пригодились только для соревнований. Хотелось бы, чтобы вы жили всегда в мирное время, чтобы вы могли реализовать свои желания, чтобы вы осуществили свою мечту. Основные этапы Зарницы из года в год неизменны. И первая сборка-разборка автомата. На холоде руки не слушаются, но условия максимально приближены к военным. А война, как известно, бывает не только летом. Вячеслав Кузнецов впервые принимает участие в Зарнице. Боевой настрой одноклассников, считает он, и ему поможет отлично справиться с заданиями. Здесь все друг другу помогают, и надеюсь, что я буду неоднократно еще здесь участвовать. Главный этап соревнований – двухкилометровая дистанция, включающая в себя вязание туристических узлов, надевание противогаза, переноску раненых. Все 10 команд-участниц достойно преодолели этот этап. Эти соревнования, от них мы ждем, естественно, не победы. Я думаю, все из нас ждут того, чтобы доказать, как мы патриотичны, и как мы любим свою родину, и как мы хотим показать всем это. Одним из самых зрелищных стали так называемые бои гладиаторов. Вынуть из-за пояса у соперника ленту, когда нужно суметь сохранить собственную, непросто. Нападайте на одного, вдвоем. Я! Все, нет, ворота. Девочка, не бороться, не бороться. Ворота, 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 беги. Мальчишки должны расти сильными и смелыми, а подобные игры воспитывают в ребятах мужество и патриотизм. Ребята, когда приезжают на эту игру, на эти игры, они окунаются вот в эту небольшую армейскую атмосферу. Они видят, как курсанты военно-патриотических клубов подготовлены, а как они одеты, как они выступают в этих же этапах. По словам Владимира Ивлева, после таких соревнований к нему в клуб приходит с десяток ребят. А это еще одно подтверждение тому, что время, проведенное на игре, было потрачено не напрасно. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова